Друзья, всем привет! Вы на канале Реальные Истории. И сегодня в нашем видео. Самые последние слова Пушкина, которые он сказал перед смертью. О жизни и творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина знает практически каждый. Но мало кто задумывается о том, как он уходил из жизни. Какие последние слова произнес литературный гений? Перенесемся в ту эпоху и постараемся восстановить всю подноготную событий. Сразу же после ранения Пушкина привели домой. Однако секундант поэта Донзас не сказал жене Наталье Пушкиной о том, что рана смертельная. Просто не нашел в себе сил. Он лишь отметил, что между мужчинами произошла дуэль. И что Александр Сергеевич получил легкое ранение. Впрочем, и сам ослабевший поэт до последнего утешал возлюбленную, говоря, что дело пустяковое. Пушкина отнесли в кабинет, положили на диван. Вызвали врача. Поэт попросил не таить всю правду, а рассказать о его состоянии, как есть. Николай Арент, медик, сказал, что рана очень опасна и надежды практически нет. Сам Пушкин воспринял новость спокойно, но просил не говорить жене. Арент сказал, что должен доложить императору о случившемся. Но Пушкину было все равно. Приходили друзья и знакомые, в их числе, литераторы и знатные люди. До самой смерти поэт находился в окружении близких. Арент привез записку от Николая I. Российский император говорит, что Пушкин обязан умереть христианином. И что о его жене и детях он похлопочет. Пушкин передал Данзесу все долги, но попросил не мстить Дантесу. Некоторое время поэт даже хотел свести счеты с жизнью, чтобы не мучиться. Были и моменты, когда поэт хотел застрелиться без каких-то прощальных слов. Настолько тяжело было терпеть нарастающую боль. Слуга успел вызвать Данзеса. У Пушкина отобрали оружие. Александр Сергеевич хотел спрятать один из своих пистолетов под подушкой, но его уловки быстро раскрыли. Впрочем, далее поэт уже не повторял попыток. Он стал совершенно другим, более спокойным и смиренным. По выражению лица казалось, что он ждет смерти. Также Пушкин хотел подготовить к этому факту окружающих, поэтому держал лицо и старался не показывать своих мучений. Что сказал Пушкин перед смертью? Последние слова поэта слышал Владимир Даль. Он ухаживал за умирающим другом, как заправский врач. Пушкин тогда уже больше не мучился в агонии. Он принял факт своей кончины и старался настроить присутствующих на позитивную волну. Но спустя некоторое время ему снова стало плохо. Поэт стискивал зубы, чтобы жена не слышала его стона. Страдания Пушкина иногда превосходили меру человеческого терпения. Он переносил их по свидетельству Вяземского, с духом бодрости. Он действительно хотел умереть христианином, отпустив вину своему убийце. «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином», — сказал он Данзасу. На самом деле до этого еще Пушкин, зная о неизбежной смерти, позвал ближайшего священника, который пришел к нему и принял его покаяние. И по выходу сказал, что сам себе бы желал такой искренней глубокой исповеди перед тем, как умрет. Последние слова Александра Сергеевича были, уже забывшись, впавший в бред, бормоча то, что сам не анализировал. Говорил, «В горнее, вверх, вверх». Наверное, душа его начала восхождение к Богу. Наталья Пушкина и друзья умирающего окружили его изголовье. В последний раз Пушкин открыл глаза и сказал, «Жизнь кончена». А потом добавил, «Тяжело дышать, давит». Это были его последние слова. Наталья, рыдая, бросилась к мужу, толкала его и кричала, «Пушкин, Пушкин, ты жив». Тело Пушкина находилось в доме два дня. Все это время в квартире было полно народу. Вход был открыт для всех посетителей. На отпевание, на котором присутствовали вся знать и власть, пускали уже по билетам. А на улице у церкви толпилась не попавшая внутрь публика. Поэта похоронили в Святогорском монастыре около его имения. Он желал быть похороненным около своей матери. Впрочем, истинные поклонники поэта уверены, самая пророческая фраза Пушкина, «Ко мне не зарастет народная тропа». Сколько веков прошло, а произведения Александра Сергеевича остаются неувядающей классикой русской литературы и той самой основой основ, с которой каждый русскоговорящий человек знакомится с детства. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем до новых встреч!